Валерий Константинович, поздравляю вас с уступающим 27 февраля. Вчера досмотрел ваш понедельничный семинар и решил заказать еще сотню косточек абрикоса. Тем самым поздравляю вас с праздником и сделал себе подарок на день рождения. Впечатливый размер костчек академика пианиста, если не честно, я бы закрыл суть. Есть такой чек. Теперь уже в Казахстане наш человек. Он уже прославился, знаете чем? Он взял и купил у меня целую трехлитровую банку костчек. Раз. Когда я понял, что наш человек, знаете когда? Получив костчки, об этом уже узнали кое-кто. Хотели уже перекупить кое-что. Он сказал, дарю. Вот это слово денег не возьму. Меня подкупило страшно. Я за свою жизнь десятки 700 тысяч семян раздавил. Вот. И получается следующее. В таких случаях я никогда не молчусь. Еще одни данные. Казахстан, Карагодинская область, Абайский район, город Абай. Иван Федорович. Привет. Вот. Так. И, пожалуйста, твои данные. Кириллин Иван Федорович. Вот. Речь я не даю. Ну, а теперь тебя тоже пусть казахстанцы достаю. Отсюда высылать тоже бывают проблемы. 7. 7. Плюс 7. Плюс 7. 705. 419. 45. 48. Я тебя предупредил. Никуда не денешься. Не влюбишься и женишься. А теперь будешь садовода. И, наконец, я должен вернуться к Олегу Ляговичу. Сейчас объясню почему. Дело в том, что мне нравится, когда утекает свое мнение. И, когда наше мнение где-то расходится и где-то нет. Вот. Олег Лягович. Так. Вот. То, что я ему. Вот он. В клубе Стопра Морика. Вот он. Значит, у меня выписал. Книгу. А теперь внимание. Рядя вот на эту фотографию. Нет. Ну, можно на эту. Потому, что здесь ямлекод привит на сливу. Но вот здесь более яркое впечатление. Соответственно. А. Вот. Смотрим сюда. И послушаем Олега Ляговича. Еще раз говорю. Это первая десятка лучших садоводов России. Вот. Мне так хочется считать, что я в России знаю все поодноготную. Вот. И кому все видят. Так. Ага. Сюда нажмем. Начинаю искать. Весь этот Олег. Вот он. Так. Смотрим сюда. Мне надо сразу угадать. какую я хотел вам, чтобы вы послушали. Наверное, вот эту. Итак. Поехали. Поехали. Еще одна ремарка. Но это как бы конкретная ремарка. Пусть останется между нами. Потому, что она такая нелицеприятная. В общем, по моим наблюдениям, я прививал на сливу абрикос. И у меня от Латинкова есть на флатуне. В общем, смысл в том, что абрикос привитый на что угодно, но не на абрикос, он посредственно во вкусах. Ну, и размер не догоняет. Ну, потому что, ну, не может быть такого, что вот абрикосы от Сергея, они все привиты на манжурцы. У меня их целый ряд. Соседний ряд у меня привит на сливу, там, на флатуне. Ну, в общем, там, сборная соляна. Все, что привито не на абрикос, на манжурский, все отстает в размере раз. Ну, в размере плодов, я имею в виду. Отстает в размере, отстает в количестве плодов. И самое главное, по вкусовым качествам он, ну, вообще не то. Так что я для себя вижу только по двое. Это манжурский абрикос. Да, у меня близкие грунтовые воды. Но я готов к тому, что через десять лет это дерево просто, ну, погибнет и все. Я к этому готов. Просто к тому времени, когда корни дойдут до грунтовых вод, у меня уже будет готов еще один саженец. Вот и все. Так, ну что, съели, ребята? Вот. Итак, что мы имеем? Вариант А. Абрикос на абрикос. Это идеал, понятно. Так. Вариант Б. Исключен корневые отводки и прочие исключены. И вариант еще один. Это межвидовые прививки. Вот. Вот. Получается, что такой человек авторитетнейший. Олег Олегович, для меня авторитетнейший человек. Вот. Это не эти выпускницы-тимирязвики, у которых сами знаете что. Вот. И тогда получается, что все остальное хуже. Вопрос, что мы будем делать там, где близко к грунтовой воде. Вот. Вот. Ты, Олег Олегович. Мастер. Ты можешь пока одно дерево плодоносит еще живо. Десять на замену пустить. Так ведь? Вот. И всегда быть с абрикосами. Раз. Второе. Есть места, где абрикос, привыканный абрикос, сопреет за милую душу. Вот. Там, где здесь лишняя сырость. Что помогает? Сырость терпит та же сырила. То есть, что мы можем? Привить на сливу. Абрикос на абрикосе. Пять лет. Восемь. Ну, допустим, для сравнения. Подобрел. А может и умер. А на сливе я в десять лет, пятнадцать. А он живет. Но может и дольше не живет. Там же добавляется межвидовая несовместимость. Правильно? Грозновидовые прививки. Там тоже есть проблемы. Он может также умереть через год, два, три. После прививки. И это проблема. Значит, остаются варианты. Первое. Все-таки смириться с тем, что плоды будут. Видите, как удача в подобранной фотографии. Ну, удачно. Да, помельче. Наверное, они такие вкусные. Это ж королевский. О! Был. Был. А теперь это вектративный гибрид между абрикосом и сливой. Получилось низко-среднее. Но. Этому товарищу повезло, что я ему еще и сеанса выпсал. Пожалуйста. Это просто как он выиграл лотерейный билет. Это редкий-редкий случай. Я не говорю, что права вот эта дама из сортовой косточки жалель вырастет. Вот. Но. Такие крупные. Все-таки редкость. И получается. Надо ли заниматься вторым направлением? Я все время как-то ссылаюсь на науку. Потом поконкретнее скажу. Все эти направления должны быть в науке. Нужно приучать сливу к абрикосу. Абрикос к сливе. Несколько поколений. Чтобы подвои были всегда родственниками. Вспоминаем Ликтатину Гипрова. На сцене ментора Железова. Вот если все случилось. Это пока первый ментор. Это насыщение. Чем получилось, то получилось. Все неустойчивое. Все это. Еще надо, чтобы устаканивалось. Оно уже несколько поколений. Эта наука должна была давно сделать. И Ленинградская. Псковская. Новгородская. Эти самые. Карелия. Морманская. Астраханская. Вот. То, что называем Северо-Запад. Уже давно. Все должно быть на сливе. И морозостойка. И терпит влагу. А на ней сидит абрикос. Ну чуть-чуть. Сахару поменьше. Ну абрикос. Я потом еще приведу письма. Целые регионы до сих пор без единого абрикоса. Вот. Итак. Олег Олегович. Умница. Умнейший мужик. Высказал свое мнение. Вот. Но повторить его путь. Благополучнейшего. Гораздо сложнее тем, кто новички. Для новичков все надо пробовать. И сеянца. И на сливу привить. Вот. По принципу лучше это самое. Синица в руках, чем журавель. Вот. Этот журавель случайно получился. Вот этот журавель у железа получился. Привил абрикос на абрикос. Вот. Ну естественно, что прекрасные эти самые. Прекрасные абрикосы плодоносят уменьшенного. Пока. Вот. Вот. Получилось так. Эта фотография. Плюс мнение человека из первой десятки садоводов России. Вот. Погодите еще когда-нибудь это. Позовут его в университет преподавать. Вот. Так что, Олег Олегович, извините. Ты моложе мне. Не расслабляйся. Еще придется подниматься за нас. За всех. За меня. За Луденкова. Вот так. Я надеюсь, вы меня поняли. Вот. Это важнейший момент. Это то, чего никогда, ни на одной лекции в университете, вот. Нигде никогда вы не услышите то, что я сейчас сказал. Вот. Максимум, если кто-то состоит. Вы знаете, там где-то в интернете где-то что-то железо, или там этот Мезинов пискнул, или там вякнул этот самый, уже покойный Луденков, ответ будет такой. Все. То ведь это сама Ольга, она никогда не выращивала. Вот. Я не надо. Вот. Готово. Ну, еще раз полюбуемся. Настоящие эти самые королевские абрикосы полюбовались. Это супер урожай, поэтому и измельчал. Впечатление не производит. Вот. Эх увидел бы меня Юрий Алексеевич вот с этими эфемерами. Страна потеряла. Я потерял друга. Страна потеряла суперспециалиста. Вот. Ну, а то, что размер косточек пиадиста впечатлил. Ну, хотя бы эти 20 по 10 упаковочек. Хотя бы эти его раскупили, а то и эти придется выбрасывать. Вот. Есть еще косточки академика пианиста. Ну, помельче, скажем так. Чуть-чуть помельче. Ну, а это серьезный человек, да. Итак. Мы имеем Кирилля Ивана Федоровича. Вот. Это назовем заместитель железа по Садовому Казахстану. Вот так. Скромно. Заместитель железа. Надеюсь, не обидится на такой должности. Вот он. Вот он. Как бы сказал этот товарищ Газарская наружность. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. 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 У него. Он. Продолжение следует...